Всем привет! Вы на канале ВотГСН. Как обычно в начале видео, хочу попросить каждого из вас поставить лайк этому видео заблаговременно, чтобы не забыть лайкнуть в конце. И подписаться на канал, если вы еще не подписаны. Спасибо большое за поддержку моего канала. Сегодня у нас на обзоре гриль 15, венец одной из веток ПТ Германии. И мое скромное мнение, что это первая ПТшка, которую необходимо советовать новичку. Как прокачиваемую ветку, когда вы еще не знаете, что вам качать. Дело в том, что эта ветка, она максимально комфортная для прохождения. Все вот эти танчики, все ПТшки, которые проходят по верхней линии ПТ в Германии. Начиная со Штуга, ну на Штуге вам все равно придется отыграть, какую бы ветку ПТ вы для себя в Германии не выбрали. Дальше же идет Ношхорн, Эстеймиль, картонные машинки, но в принципе плюс-минус играбельные и доставляющие удовольствие. Вафельки 8-9 уровня, как мне кажется, даже сама вафля 9 уровня, она чем-то немножко ярче по ощущениям, даже чем сам гриль. Ну а гриль это венец этой ветки, который позволяет вам как минимум выполнять добрую часть БЗшек, потому что на нем легко плюс-минус делать фраги, на нем очень легко с учетом уронной пушки со скоростью перезарядки в неполных 11 секунд и разовым уроном в районе 600 за шот, добиваясь 3400 по максимуму урона в минуту, но вы реально можете за бой накосить по 3-4 тысячи урона, иногда абсолютно без напрягов, и выполнять таким образом ряд БЗ, которые касаются побед на ПТ, которые касаются количества наносимого урона, и самое важное это фраги, которые вы можете забирать в процессе боя. Безусловно, в зависимости от того, как вам повезет. По техническим характеристикам останавливаться не будем, вверх-вниз углы наводки 15 довольно неплохо, 5 очень мало. Откровенно говоря, играть где-то там от каких-то холмов, ну будет очень сложновато. ПТшка рассчитана немножко не на то, бронированностью данной ПТшки можно сказать нет от слова совсем. Это картон, ребят, просто картон, даже я бы сказал такой картон из туалетной бумаги мокрой. Поэтому желательно не выезжать на врагов, не попадаться под какие-то обстрелы, потому что его уровень прочности, который записан в 1800, для танков 10 уровня, если вы выезжаете на 2-3 врагов, вас разберут в течение 15-20 секунд. Причем закрутить эту ПТшку тоже плюс-минус легко, хотя подвижность ее в бою, она довольно неплохая. Но подвижность какая? Подвижность не вращения на месте, а подвижность перемещения по карте. Скорость набора, простите, набор скорости в игре, он является максимально оптимальным. И вы действительно с легкостью будете перемещаться по карте с точки на точку, перезанимать позиции. То есть это не ПТ одного направления, а позволяющее действительно удивлять врага появлением в неожиданных местах. Итак, сделаем несколько каток на этом танке, посмотрим на что он способен. Не люблю, честно говоря, вот эту карту для игры на ПТшках. Почему? Потому что сама карта прорисована разработчиками так, что особо нигде не посейвишься. Я приверженник игры на ПТшках в таком, знаете, снайперском режиме, в котором ты стоишь где-нибудь спрятавшись и издалека просто наносишь уроны. Но, к сожалению, данная карта не сильно позволяет этим заниматься. Будем надеяться, что сейчас, как обычно, кто-нибудь вылезет, а мы его поймаем. Я думаю, что в ближайшее время он уже вылазить не будет. Теперь попробуем перекатиться немножко на точку С, выцелиться. Все-таки у противника 4 ТТ, и я думаю, что точку С они будут пытаться взять. Не хотят враги немножко подтягиваться наверх. Ну, то, что я говорил по поводу углов наводки, что они маловаты. Как только вы спускаетесь куда-то за холм, все, вот видите, ниже у вас крышечка уже не опустится. Хотя холма-то, как такового, и нет. Не хочется подбираться ближе. Как я говорил, ПТшка картонная. И стоит один раз ошибиться, и вас уже разобрали в Ивангаре. Пробитие. Так. Ну, вот вроде бы мы и дамажим, вроде бы мы и что-то делаем. А в итоге у нас уже слилось одно ТТ. Все, мы в засвете, надо прятаться. Причем, я так понимаю, мы... Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Да, надо нам отсюда перекатываться куда-нибудь, причем как можно быстрее. Сейчас попробуем что-то сделать. Пробил. Так. Не хочется, не хочется вылазить. Я думаю, что Т-62А сам не справится. Значит, наша задача попытаться хоть кого-нибудь ненесовать. Готов. Итак, Проджета явно имеет преимущество перед Т-62. Попробуем помочь нашему союзнику. Ну вот они, вот они, углы, которых нет. Углы, которых нет. Собрать все-таки надо. Давай, 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 давай. Есть. Ну, довольно неплохой шанс на победу. У нас осталось две ТТ. Подраненная, но все-таки ПТшечка. И нам главное не попасться. Главное не попасться под выстрел. Любой из этих танков, в принципе, может ваншотом сейчас нас вынести. Вот как-то так. И, наверное, как-то вот так не успел. Не успел. А вот ЭМХ явно успеет. Да. Мы сейчас попадем в ангар с вами. И получилось. Ну вот то, что я говорил. Углы наводки, которые идут вниз, они, безусловно, просто ужасные. Всем посмотрят. Пытался я уйти от тарана. Давайте посмотрим результат этого боя. Посмотрим, что мы смогли. Ну, как я говорил, ПТшка, она не рассчитана на то, что вы будете куда-то выезжать. Вы будете экрессивничать. Она рассчитана на то, что вы будете находиться на каком-то плюс-минус безопасном расстоянии от врагов. И под засветом ваших союзников будете просто дамажить с каждым выстрелом по 600 приблизительно урона. Ну, в общем, ребят, смотрите. Результат боя, в котором, в принципе, я не могу сказать, что я сильно напрягался. Практически 3500 урона. Два фрага. По результативности, да, этот танк не для фарма. Этот танк прокачиваемый, соответственно, фармить на нем особо не получится. Но когда у вас будет полностью прокачанный экипаж, и вы будете уже набирать себе опыт для того, чтобы использовать его для прокачки дополнительных навыков, этот танчик довольно неплохой. Да, безусловно, с 3х за первую победу на этом танчике. Но все же 4752 единицы серебряных звезд, ну, по-моему, довольно-таки неплохо. Что касается нашей результативности по бою в целом, ну, вот, пожалуйста, третье место. Нас обошли, безусловно, АМХ-50Б, который очень хорошо отыграл. И великолепно отыграла ФВшка, которая умудрилась не просто там отыграть, она еще выжила и добрала последнего врага. Ну, в принципе, чем обеспечила победу нашей команде. Мы тоже задних не пасли, сделали 2 фрага и нанесли 3500 урона. Я считаю, что мы отыграли честно, мы сделали все возможное для победы на этой ПТшке. Давайте попробуем еще одну каточку. Ну, значит, смотрите, по врагам против нас идет 2 бабахи. Если они поедут вместе и мы выйдем на них, то, в принципе, мы в ангаре с двух шотов этих ПТшек, потому что ПТшки, насколько я знаю, это являются самые уронные ПТшки в игре. Выше по урону, по-моему, вообще никого нет, уразово. Есть Е100 и, честно говоря, с углами вертикальной наводки в минус 5, имеется в виду вниз, пробить нижний бронелист Е100 на близком расстоянии у нас не получится. Странно как-то повели себя наши союзники. Честно говоря, не совсем понимаю я, что делает 60ТП. Ну, да ладно. Ну, давайте попробуем где-то как-то... Вот как-то не пошло. Не пошло. Все-таки пушка, извините, не белки в глаз стрелять. Так. Вот по поводу подвижности, возвращаясь к этой теме, видите, я все никак не могу подобрать себе какое-нибудь такое направление, в котором я действительно могу быть полезным. Эх ты. И эта ПТшка позволяет мне перемещаться по карте и пытаться подобрать место, где мне будет комфортно. Скорее всего, комфортно мне сейчас будет в ангаре, насколько я понимаю. Ну, хотя бы один фраг мы сделали, это уже неплохо. Там горит. Пожар потушен. Значит, уже хотя бы мы не слились просто так зазря. Мы минуснули один ствол. А в игре придерживайтесь правила, это совет для новичков, придерживайтесь правила минусования стволов. То есть, если вы видите союзника, который пытается кого-то разобрать, помогите ему. Но, если вы видите противников нескольких с разным количеством ХП, добирайте тех, у кого меньше. Это поможет вашей команде и даст больше шансов... Горемки уже нет. И даст больше шансов на победу. Сейчас нас, к сожалению, будут выносить. Может быть, сделаем второй фраг. Сделали. Ну, ребят, я думаю, что если прям вот совсем наша команда не затупит, то при счете в 5-2 шанс на победу просто идеальный. Иди сюда. Вот это нам очень сильно повезло сейчас. Очень сильно повезет, если нас сейчас не доберут, и мы доберем ее. Так, ну это победа, ребят. Ребят, победа честная. Абсолютно честная. Мы очень долго, правда, не могли найти себе места на карте. Смотрим на результаты боя. Я не могу сказать, что... Ну вот не может быть такого, что все ваши бои, безусловно, будут такими. Отмечу, я не статист. Моя статистика меньше 50%. Я очень часто об этом говорю. Для того, чтобы дать понимание вам, как будет играться та или иная машинка в руках среднестатистического танкиста без, там, суперскилловых навыков каких-то. Мы заняли второе место по урону. Т-62А отыграл просто великолепно. Он нанес больше нас. Мы сделали три фрага. Я могу сказать, что эти фраги были честные. Если вы с этим не согласны, напишите в комментариях. 3400 урона. По результату мы сделали все, что необходимо для победы. Те же самые плюс-минус 12000 серебра, которые мы за прошлый бой плюс-минус получили. Опять-таки, с учетом 3Х опыта, 5000 серебряных звезд. 5200. Ну, вот, где-то приблизительно так. ПТ-шка очень комфортная. ПТ-шка очень удобная, очень быстрая. Она очень картонная. Но если вы умеете сейвиться, если вы не лезете первым в драку, если вы отстреливаете с третьей линии, максимум выходя на вторую, ребят, у вас все сложится, и эта ПТ-шка реально первая ПТ-шка, которую вам необходимо качать в этой игре. Все остальные прокачиваемые ветки не доставят вам столько фана и не доставят вам такого минимума хлопот, чтобы добраться до десятки, как ветка гриля. Смотрите обзоры на другие танки, ведущие к грилю. Радуйтесь жизни, играйте в танки, кайфуйте. Всех благ, всего хорошего.